Всем привет! Вы на канале Elizabeth Books, и сегодняшнее видео будет посвящено моей огромной фанатской любви и популярному мультсериалу «Чародейки». Если кто не знает, то «Чародейки» — это итальянские комиксы авторства Элизабет Ниона, которые также выходили в рамках одноименного мультсериала авторства Франции и Америки в компании Дисней. Их часто сравнивали с «Винкс», но, на мой взгляд, это совершенно иная история, и «Чародейки» стали очень популярными, хотя вышло всего два сезона мультсериала, на третий его, к сожалению, не продлили, но комиксы насчитывают более 139 выпусков. И это очень много, это полномасштабная сага «Чародеек», в которой мы вместе с главными героями проходим буквально все этапы их взросления. Сегодня я хочу ближе познакомить вас с первой аркой этого огромного полномасштабного мира «Чародеек». В России мультсериал «Чародейки» выходил с 2005 года, он был достаточно популярным, несмотря на то, что его не продлили, как я уже сказала, на третий сезон. История на втором сезоне далеко не закончилась, и по комиксам это можно легко понять, там у наших главных героинь было еще море-море приключений, и вот в таком старом издании комиксы ранее выпускали в России. У меня были два тома сейчас, они в очень плачевном состоянии, именно поэтому я взялась за переиздание, мне хочется собрать серию до конца, не знаю, получится ли у меня это сделать, потому что серия действительно большая, и в моих руках первый том, содержащий в себе первые четыре выпуска «Чародеек», а за моей спиной, соответственно, стоят еще два тома, тоже с четырьмя историями. Эти три тома представляют собой первую арку «Чародеек», то есть, грубо говоря, первый сезон огромного мультсериала. По моим подсчетам должно быть 17 или 16 арок, все зависит от того, какое решение примут издательства, как они будут распределять комиксы по книгам, по четыре или по пяти выпусков в каждом томе, поживем, увидим, но вот первая часть уже вышла, первая арка у меня в руках, и осенью нам обещают уже взяться за вторую арку. Давайте я немного расскажу о сюжете. Это история о пяти земных девочках, которым волей судьбы суждено стать стражницами Кондракара и охранять завесу между мирами. А земной мир в этой вселенной не единственный. Есть еще очень много миров, и основная угроза и работа для стражниц сосредоточена на Мердиане. Это планета, мир, в котором власть захватил жестокий принц Фобос. И силы Мердиана готовы вырваться на Землю или в другие миры, все ради того, чтобы прорвать завесу. И стражницы должны не допустить этой катастрофы. В первой арке мы только знакомимся с Мердианом, с героями. Нам показывают, откуда вообще пошли вот все эти проблемы, раскрывают историю с Мердианом, почему власть захватил именно Фобос, кто настоящий наследник и как стражницы должны победить жестокого тирана. И мне нравится первый сезон тем, что он довольно-таки динамичен. В нем есть интересные сцены, интересные сюжетные линии. И он как будто бы только вводит нас в этот огромный мир, говоря, что дальше будет все интереснее и интереснее. Стоит отметить, что между мультсериалом и комиксами есть существенное различие. То есть многие детали, сюжетные ходы, даже целые персонажи были либо совершенно убраны, либо добавлены какие-то новые герои, которых в комиксе нет и в помине. И для меня это всегда было очень интересно сравнивать комикс и мультсериал. И из-за этого видно, как мультсериал дополняет комиксы, раскрывает некоторые моменты и другие ситуации под совершенно другим углом. Особенностью нового переиздания «Чародеях» стало также то, что это совершенно новый перевод. В старом переводе, который выходил в России ранее, было множество ошибок, множество неточных переведенных фраз, из-за которых смысл текста порядком искажался. Но тут, когда я читала первую арку, я уже заметила, что переводчики поработали на славу. Они очистили текст от множества ошибок, они перевели правильно некоторые фразы, и теперь можно уловить контекст, о чем говорят герои, понять их мысли и чувства. Многим новый перевод не понравился, но я считаю, что он объективно лучше, чем старый, и это нельзя отрицать. Я долго думала, рассказывать ли вам в общем о персонажах, но думаю, в этом нет никакого смысла, так как вы при желании можете либо посмотреть первую серию мультсериала, там все очень четко раскрывается, либо прочитать первый комикс, где опять же нас знакомят со всеми главными героинями. Хотелось еще обговорить момент о сравнении с Винкс. На мой взгляд, Винкс более детский мультсериал, даже детские комиксы, в них много света, много магии, чародейки, это же нечто более темное, нуарное. Здесь есть определенно жестокие моменты и серьезные проблемы, которые в Винкс как-то, на мой взгляд, особенно в первых сезонах, да и в последующих, не поднимали. Но вот Элизабет Ньона, она как раз делает акцент на проблемах подростков, на серьезности всей той ситуации, в которую они попали, и она именно выводит из этих ситуаций своих героинь путем какого-то взросления, переосмысления ценностей, показывает их хорошие и плохие стороны, и за это я чародейок очень люблю, за то, что они революционируют с каждым выпуском, с каждым новым сезоном. Предположительно, вторую арку в России собираются перевыпускать уже этой осенью. Я очень надеюсь, что у издательства не собьются планы, и они выпустят нам все точно в срок, так как я уже не могу, мне хочется в бумажном варианте снова продолжать знакомство с этой потрясающей вселенной, и если вы не знакомы с чародейками, то я настоятельно рекомендую вам это сделать. Это достойные комиксы, достойный мультсериал, который заслуживает вашего внимания и интереса. Я думаю, мы еще не один раз поговорим о чародейках, тем более, если их продолжат так же активно выпускать на русском языке. Одним словом, читайте, знакомьтесь с этой вселенной, я думаю, она должна вам понравиться. Ну а с вами, как всегда, была Элизабет Букс, увидимся мы уже в новых видео совсем-совсем скоро, и всем пока-пока!